Но тут много слухов, естественно, о том, кто придет на смену с Палетти. Я не знаю, нужно ли это оформлять какой-то опрос или пока рано. Наверное, пока рано. Да, пустует-то наш окно для опросов. Не, можно учесть с Палетти, типа, кто будет тренером Наполя в следующем сезоне, потому что еще не очевидно, что с Палетти уйдет. Лучший вариант для Наполя, включая с Палетти. Да, ну не, ну лучше, понятно, с Палетти все выберут. Зачем менять, если он чемпионом сделает? А вот кто будет? Просто, как вы думаете? Ну, я не знаю, я думаю, что... Ну, ладно, давай кто будет. Хорошо, ну, хорошо, ну, можно назвать лучший, тогда надо учить. Кто будет тренером? Прогноз с вас, тренером Наполи. Вот меняю. Не просто скажу, что... Хотя тут тоже с Палетти выбирают. С Палетти, да, тут... Папа Милеца и... Луис Энрике, кто еще там фигурирует? Там фигурирует Гасперини. Очень активно фигурирует. Гасперини, да. Ну, еще фигурирует Конте и Бенитес. Конте и Бенитес. Поменяем кого-нибудь или оставим Итальяна? Я бы оставил Итальяна в Фиорентине. В Фиорентине оставил... Кого сюда? Рафу или Конте? Можешь Гасперини и другой оставить. Потому что вот Луис Энрике и Гасперини как будто это... Да, да. Я их тоже чаще всего встречал. ...чаще всего всплывают. Кто-то другой. Кто-то другой. Кто-то другой. Да. И еще тут любопытно от итальянской прессы продление... Там пытается Де Лаурантис, если верите, опять же, прессе итальянской, исправить вот такое отношение к своему тренеру. И предлагает ему не просто продление контракта на тех же условиях, а перепписание уже на два сезона. И перепписание с повышением зарплаты до 3,6 миллионов евро в год. При этом, по слухам, Гасперини предлагают сразу 4. Блин, даже если вот это донесется... Но Гасперини контракт по почте, а Спалетти ужин. Ну, там ужин же, ужин в Италии. Это же на 400 тысяч обычно, правильно? Как раз вот и выходит. Да, да, да. Ну, просто ты говорил, что лучше точно Спалетти, но я, на самом деле, не на 100% уверен, что лучше Спалетти, с учетом того, что команду нужно будет пересобирать. И учитывая, что Джун Толи вот уже ушел, который собрал эту команду, где было очень много на индивидуальных качествах, на химии, на уникальность этих качеств, я думаю, что, возможно, Наполи как раз-таки будет неплохо перезапуститься как проекту, раз уже все равно предстоит большая перестройка, таким перезапуском как проектом может стать выбор одного из путей. Там, пути Гасперини, либо там испанского пути в лице Луисе Энрике. То есть, грубо говоря, сделать что-то более конвейерное, потому что Наполи — это сейчас такая точечная работа, такое произведение искусства, собранное так, как вот новое такое не соберешь. Это очень уникальный набор качества. А вот есть просто такие футбольные франшизы, под которые можно собирать игроков, и это, в принципе, как проект попроще. Тоже очень по-разному можно реализовывать. И одна такая франшиза хорошо знакомого болельщика московского локомотива. Но все-таки это, по крайней мере, новая страница может быть такой. Вот в этом смысл моего сомнения. Обязательно Спалетти будет лучшим вариантом в таких условиях. Разбросы невероятные. И мне кажется, как раз таки логично, что вот не пытаются найти нового Спалетти. Ну, то есть не пытаются заменить тренером такого же типажа. А вот пытаются найти новый проект. Рафа Бенитович, это не тренер такого же типажа? Нет, я думаю, нет. Хорошо. Тут еще почему-то не всплывает Дед Зерби, который всплывает вообще всегда в таких разговорах. Как будто его легко выдернуть из Брайтона. Может быть, Наполе легко. Вот несколько вопросов тут как раз таки о тренерах, свободных или потенциально свободных. Батана Алиник как раз таки про Луисе Энрике спрашивал. Учитывая, что Спалетти все же уйдет, Луисе Энрике и Наполе, это же идеальное развитие событий для обеих сторон? Я думаю, что скорее, скорее, да. Я Луисе Энрике, это не до апгрейд? Я высоко, ну, относительно чего? Относительно сбор. Изучив его двух мест работы. Относительно, ну, Барселона было уже очень давно, и после Барселоны у него был просто перерыв без футбола. Сборная Испания, но это уровень сборных, и нельзя сказать, что он там добился достаточных успехов, чтобы претендовать на явный апгрейд. Так что уж точно не какой-то страшный даунгрейд. Мне кажется, вполне себе норм с его позиции. В целом, тут вопрос просто в том, что лучше подходит вот сейчас Наполе и, в принципе, особенностям серии А. То, что строят Гасперини, и то, что было проверено в команде более низкого уровня, ну, по подбору футболистов, и то, что в лучшие годы давало просто уникальный эффект. Либо то, что строят Луисе Энрике, то, что, в принципе, такое более распространенное в мировом футболе, но, что интересно, давно не было в серии А. Именно команды, которая в позиционный футбол играла бы вот прямо досконально и доминировала бы в нужной степени. Очень часто мы наблюдаем ситуацию, когда сверхдоминантные команды уровня, там, Барселоны, Баварии, и Манчестер Сити нет, в принципе, в лиге в конкретный момент. Да, но ты имеешь в виду команду топовую, потому что не топовые, там, и у Дедзерви были проекты, и у Итальяна попытки, у Монси и так далее. Доминирует относительно команд своего уровня и не так стабильно. Той командой, которая будет на чемпионов претендовать? Ну да, хотя бы командой, в которой бы сочетался и уровень футболистов, и стиль для того, чтобы выбивать стабильно больше 60% владения. Наполи, по-моему, в этом сезоне выбил, но это исключение очень часто просто не было в Италии вот именно такой команды. Так что мне кажется, что есть некоторые опасения, что это может не прижиться в целом в Италии. Я помню, что в Роме работал Луис Энрике, но там он был сам намного моложе, и там это был не самый удачный опыт, хотя очень интересный. Хотелось бы, чтобы это продолжилось дольше, чем продолжалось.